Лидирующее положение в отношениях. Одни для этого изо всех сил зарабатывают деньги, другие бьют своих жен. А третий находит верный способ доказать власть, заставляя возлюбленных отказаться от привычек. Кто будет главным в этой паре, я даже не берусь судить, потому что у меня лично, молодой человек, большие сомнения, что в следующей программе, в принципе, будет разговор о вас как о паре. Так или иначе, мы аплодируем гостям в студии. Чтобы свадьба запомнилась всем, можно устроить ее высоко в горах, глубоко под водой или даже в открытом космосе. А можно устроить бракосочетание прямо здесь, у нас. Итак, дамы и господа, впервые в программе «Окна» сейчас произойдет бракосочетание на счастье. Бракосочетание двух влюбленных сердец. Встречайте, жених Александр! Саша, здравствуйте! Ну, позвольте первым пожать вам руку, присаживайтесь, пожалуйста. Ну, расскажите нам, как все произошло и почему здесь у нас? Мы как-то с друзьями посидели в баре, хорошо. Я возвратился домой, машину оставил на стояночке. И на следующий день поехал за машиной. Спустился в метро. Уже шок. Давно я не в метро не был. И смотрю, стоит девушка. И не могу вообще оторваться. Смотрю и оторваться не могу. Ну, как он сказал, глупость. В общем, мы познакомились. Я предложил выпить кофе. С кофе начался ужин. Свечи, цветы. Ужин плавно перерос. Завтрак у меня дома. Я понял, что я влюбился с первого взгляда. Ну, вот. И я утром сделал ей предложение. Она согласилась. А хотелось, чтобы свадьба была, ну, как бы неординарно ее сделать. А я вечером прихожу все время там с работы. И как бы в это время окна идут. Она все время смотрит там, улыбается, смеется. Интересно все. А я как бы не смотрел. И у меня закралась шальная мысль. А может быть, все-таки сделать свадьбу нашу в окнах? Нам приятно доставить несколько радостных минут людям. Тем более в такой знаменательный день, как бракосочетание. Как говорится, это ведь не на день, не на два, как минимум на пару лет. Я надеюсь. Побольше. Спасибо, что вы делаете это именно здесь. Ну, что ж. Дамы и господа. Мне, конечно, не хватает красивого платья сейчас. У Каски, дорогие друзья, родственники молодых. Невеста Александра Екатерина. Вау! Катя, присаживайтесь, пожалуйста, Катенька. Я бы с удовольствием вас расцеловал. Но вчера еще это можно. Сегодня вы уже невеста. Я тебя люблю. Это самый лучший подарок, который ты мог мне сделать. Катя, скажите, вот эта версия, рассказанная Сашей, правдива, да? Действительно, да? Да, действительно, я очень люблю этого человека. Просто это такая... Это была моя мечта увидеть вас. И я просто не верю своим глазам, что я нахожусь в студии. Я просто сейчас буду верещать от восторга. Ну и молодцы. Ребята. Ребята. Но вы как бы понимаете, что вы пришли в программу «Окна». А вдруг чего, а? Мы понимаем, что мы пришли в программу «Окна». Но я хотел бы сказать, что свадьба в «Окнах» это такой же экстрим, как вы уже, наверное, говорили, я слышал. Как свадьба под водой, свадьба в полете с парашютом. Мы любим друг друга. Поэтому ничего не боимся. Ну что ж, дамы и господа. Итак, я, к сожалению, не уполномочен официально ставить штампы в паспорт. Поэтому сотрудница ЗАГСа. Откройте, пожалуйста, наш чудо-шкафчик. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста, присаживайтесь. Сотрудница ЗАГСа. Простите, я вашего имени просто не знаю. Нина Викторовна. Нина Викторовна. Нина Викторовна, которая сегодня оказала нам честь. И прямо здесь, сейчас, ребят, что называется, попишет. Дорогие невеста и жених, уважаемые родители, свидетели и гости, присутствующие в зале. В этот светлый торжественный день мы собрались здесь для того, чтобы засвидетельствовать бракосочетание Афонова Александра Владимировича и Борщовой Екатерины Сергеевны. Хочется, чтобы этот день остался в вашей памяти, как самое яркое событие, с которым начнется отсчет вашей совместной семейной жизни. Прошу невесту ответить. Готовы вы, Екатерина Сергеевна, вступить в законный брак с Александром Владимировичем? Да. Прошу ваш, жених, ответить. Готовы вы заключить брак с Екатериной Сергеевной? Да. По закону Российской Федерации... Стоп! Спасибо, я извиняюсь. Я думаю, что это лишь минутная задержка перед тем, как мы продолжим. Надеюсь на это. Дамы и господа. Валентин. Стоп! Свадьбы не будет. Ты на кого меня променял, а? Ты на ком женишься? Ты вообще... Ты же... Я ж любил тебя, ты меня любил. Я твоя невеста, понимаешь? А ты не понимаешь, девочка? Дима, это ваш прикол? Нет, это не мой прикол. Нет, это не шутка. Да понимаете, если он на ней женится, я ему член оторву, он все равно ко мне придет. Ты что, дурак шли? Только взялся. Нет. То есть вы утверждаете, вы утверждаете, Валентин, что вы имели интимное отношение с будущим супругой? Я понимаю, это шутка. Вы с ним жили, да? Да, мы встречались целый год, мы с ним отдыхали в Крыму вместо его командировки. Это что за клоун-то? Да какой клоун? Ты что? Что происходит? Я тоже ничего не понимаю. Да ты вообще сиди, б***ь. Ты не трогай жену мою, не отлезай себе б***ю еще. Алло, гараж. Ты... Опа. Ага. Саша, что происходит? Ага, ага, ага. Я сам пока не помню. Спасибо, я позволю себе подобрать колечки и вот здесь вот. Спасибо большое, я позволю себе, а не буду поправлять так даже красивее. Ваша первая супруга, Мария. Стоп, 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 спокойно. Вы знали, что ваш жених женат. Саша, кто это такая? Это моя бывшая жена. Спасибо. Спасибо. Я об этом не сказал. Спасибо. А смысл? Я прожила с ним 8 лет. Все прошло уже. И это я все устроила. Я наняла специально этого актера, чтобы он тебе испортил свадьбу и всю твою чертову жизнь. Ты откуда взялась, б***ь, алло? Понятно? Ты что, что учила? Я прожила, старалась быть для него идеальной женой. Обстировала. Помогла ему в бизнесе, в карьере. И чем мне оплатил? Где ты мне еще помогла? Рестораны, всякие бабы. Тварь вообще поганная. А стоит ли мстить? Стоит ли мстить? Ну что ушло, то ушло, а? Слушай. Потому что мои годы уже не вернешь. Только у меня на сволочи эту потратила. А ты, дурочка, думаешь, он с тобой женится на тебя из-за это, из-за любви к тебе, из-за денег твоих папочке и мамочке. Ты все испортила? Ты деньги, давай-ка ты иди домой, давай, домой. Иди отсюда, иди я. Тихо, 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 спокойно. Все пригоняют меня. Придурок. Скотина, б***ь. Гатина вообще поганная. Я говорил этому придуроку, где они, б***ь, понимаешь? Это с***. Ты сам, ты такой, б***ь. Ты, 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 чем мою дочь, б***ь, позвал? Тихо, тихо, тихо. Гатина. Иди сюда. Б***ь, б***ь. Б***ь, б***ь. Б***ь, б***ь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Башку и трах. Может, лечь лучше? Так, сейчас будет скорая. Скорая сейчас приедет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пусть присядет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давайте посадим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Срочно, ребят. Дороги уже, да, сейчас будут. Ну, срочно, срочно, ребят. Потому что человеку очень плохо. Сейчас, уже едут. Уже едут. Сказали, что уже давно. О, слышь, слышь. Все, едет, едет. Едут, едут, едут. Классно, да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Стреть, стреть, стреть. Стреть, стреть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, 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 все. Сюда, ребят. Все, 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 все. Сострадавший, ребят. Посмотрите, что с ним. Быстрее, если он плохо, ему теряет сознание совсем. За руку бежит, он ударился очень сильно. Что было? Брата была очень сильная. Садели его, он убал. Голова, что-то и за руку он держится. Я боюсь, как бы на перелом. Падение было? Было падение очень сильное. Головой ударился сильно. Так, уберите камеру. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ребят, просят убрать камеру. Ну, кровь шла. Так, кровь откуда была? Изо рта. Так, не лишним, не мешайте работать. Нет, ну, мне кажется, сейчас... Тошнота, вот он. Тошнота, шнита. Хотели дать воды ему, но он что-то как-то... Так, давай, подгоняй машину. Так, ребят, ну, подносилки нужны. Все, разберемся. Давай машину. То есть вы хотите его госпитализировать? Да, сейчас. Скажите, серьезно что-нибудь? Ну, что, нет, конечно. Ну, здесь проблемы. Скорее всего, вы можете сказать конкретно, что с ним? Аккуратно, 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 аккуратно. Поддержите что-то. Так, надо с ним, что-то кому-то ехать, ребят. Нет, мы все сообщим. Нет, скажи, нет, мы не можем так, давайте кто-то поедет. Я надеюсь, что, что бы ни случилось, Бог даст завтра в 19.30 и с вами встретимся. Так, выйдите из машины, пожалуйста. Сбоку бери, сбоку. Сбоку бери, сбоку бери, сбоку бери. Сбоку бери, сбоку бери. Продолжение следует...